привет друзья с вами я иван фабро и сегодня ко мне приезжает александр пасечник он уже едет и мы едем в гости к денису фадееву ну и по дороге заедем некоторым пчеловодам так что приятного просмотра встречаем сашку вот я его снимаю сейчас он где-то едет ко мне домой с харькова трассе налево и напрямо прямо а потом налево саша я тебе для youtube снимаю ты куда едешь как как ты полтаве оказался ехали бензин пополам все грузимся друзья все пока встретим до новых встреч до продолжение следует друзья приехали мы в хорош и сашкой моим другом товарищем соратником единомышленникам встречаем нашего друга баскевича едем на киев а тут откуда не возьмись появился ютубер андрей баскевич мы решили решили попить кофе а он вот это направо видите как сдавал он походу не сдавал направо у них купил стал посреди дороги привет андрюха андрюха ну скажи пару слов и я выключаю видео потому что уже не путь но ничего друзья короче андрюху мы встречили передаем от нас всех троих привет ну дальше будет да короче поехали с нами друзья давайте это но она уйдет в украине да конечно и сдавать его по 35 часа 39 40 я просто не вижу смысла ребята ну давай так вы кормил карбанчика вложил в него с 1000 гривеней а карбанчика продал за 200 но кто-то живет чтобы работать но кто-то живет чтобы работать а у вас не бывает такая ситуация я говорю 5 или кодежу я продал мне по 3 рубля ну фиг с ним были есть такие люди пускай они продают но их не могут ну по 35 ну ян по последним видео он уже по 35-1,5 ты не продал а сейчас уже по 40 берут и теперь сиди и голову я уезжал уже 40 гривен там не предлагали позавчера 40 гривен там 45 будет по как с куста 45-50 будет по любому 40 будет будет не ну я кажу что 45 до этого нет у них же какая система они сейчас на склад работают они работают на склад сейчас сейчас не мают от того объема я должен быть подходить ежедневно то есть ближе к новому году потому что надо код выбирать в инстаграме не хватает объема я начинаю просто набрать уже по цене побольше понимаете посмотри как мы с того поступили если я экспортера я допустим имею какую-то сумму деле определенную имею свое помещение и возможность скупать какой-то товар вот у меня есть бабки я беру закупаю мёд закупить его 10 тонн и говорить мне надо забить склад чтобы у меня было хотя бы там грубо говоря 50-60 тонн все 50-60 тонн я могу тогда заключать какие-то контракты не переживай чтобы китаринский возникнет понимаешь если там меня надо контракт включить на 80 тонн у меня уже 60 есть но 20 тонн я заберу даже пускай дороже вогично? ну конечно вогично и они из них скандальчика не решают сейчас они работают на склад забивают каждый себе сколько сможем а потом уже каждый заключает контракт и еще не факт что у них друг друга не могут перекупать бывает такое если бы только в ноль выйти не будет потерять у тебя есть у меня не хватает 20 тонн а я вообще не возьму а я говорю а куда деваться? ты заработал сразу на месте у тебя не хватает суммы понимаешь? и они с собой такие варианты решают просто пасечка этого не понимают вообще цепочка должна работать надо в этом году иногда и сняли это как я занимаюсь цветами допустим у меня свой магазин цветы допустим я торгую 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 пришел человек у меня выбрал паркер опа у меня заказ на 100 штук а я понимаю что мне поехать в Харьков я потрачу больше денег я прихожу до такого как ты я говорю да мне 100 штук я беру там выпустит пару рублю и представляешь пару рублю продал что я сделал я не потерял клиента который ко мне с ним еще развернется выполнил все условия все ну а он точно 100% ты снимаешь? блин провокационный вопрос ты почистишь все а ну музыка возможно не даст а не все там чуть отличный будет ага амунитизация вообще экспортерам надо есть вообще цепочка должна работать должны зарабатывать и чего будут зарабатывать и экспортеры У нас в Украине так и у всех. У зенотрейдеров, у других партнеров, которые занимаются газом, электриком, у них все вот так, то есть зазоры на продажу всегда большие, даже вот все рынки украинские, мы не будем так обращать, допустим, китаец, купим материал, оборудование. Рабочую силу. Сделал продукцию. Горислава ее сюда, она сюда пришла. Стоимость продукции, допустим, ну давай просто образно, одна глина. Приезжает предприниматель, такой, как тебя покупает ее за глину, продает за два. Не влаживает, не оборудовывает, ничего, имеет подъем такой. У нас привыкли в Украину, что надо зарабатывать, сразу много. И это сейчас уже пустилось. А раньше было так, вложил рубль, продал за пять. Были 200-300% заработы. Все было раньше круче, много. Можно было, как говорили, в виде заражения на лопату ее купят, понимаешь? Ну да. Вот. Так же у нас привыкли. Поэтому у нас выгодно купить тонну зерна за одну цену, в Турцию отвезти, заработать справа два подъема, понимаешь? Ну, по зерну так же стало. Большие деньги, большие деньги. В других странах может быть по-другому, но процент весь маленький, понимаешь? Ну да. В европейских банках там процент маленький, а у нас процент, кредит можно взять и потом повеситься, как говорят, по тревотажам. Ну, по зерну, это как у нас тоже бачь раньше. Когда бралось под комбайн, одна цен забывала. Это как у нас экспорт и экспорт. Потому что у кого? Кладки. Сидим и кем. Извините. 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 Извините.